Патинум. Новая Зеландия. Крупнейший участок суши, который отделился в древние времена от Гондваны. Вот уже 23 миллиона лет прошло с тех пор, как он поднялся из глубин океана. Но за это время он не утратил своей уникальности. Некоторые из его уголков все еще не изведаны. Большая часть растений и животных, которые развивались в суровых условиях, в изоляции, абсолютно уникальны. С приходом человека многие виды оказались под угрозой исчезновения. Некоторых уже нет. В наши дни почти треть территории страны находится под охраной. 14 национальных парков основаны для сохранения неповторимого ландшафта и разнообразия здешней жизни. Гасс Роксбург. Эколог и исследователь. Он отправляется изучать дикие земли. Возможно, ему удастся найти невиданное и необычное в национальных парках. Первый национальный парк был создан здесь 125 лет назад. Гасс решил узнать, во что превратился этот парк. В этом ему помогут люди, те, кто работают здесь, и те, кто развлекается среди всего этого природного изобилия. И может, вы согласитесь со мной, что это один из самых прекрасных уголков мира. Уникальная природа Новой Зеландии. Национальный парк Вьордленд. Вьордленд. Величайший шедевр. 500 миллионов лет здесь творил великий скульптор, неустанно раскалывая и собирая эти земли воедино. Маори называют это место Ата-Фенуа – сумеречная земля. По преданию, полубог, тутыраки, фануа высек эти фьорды из твердых скал своим топором. В наши дни учеными установлено, что топор был ледяным. 20 тысяч лет назад древние ледники вырезали эти устрашающие высокие извилистые хребты. В 1952 году крупнейший в Новой Зеландии парк получил статус заповедника. Он также один из самых больших в мире. Его площадь – 13 тысяч квадратных километров. Это 5% всей территории Новой Зеландии. Плотное одеяло тропических лесов местами почти срывается с крутых склонов фьордов. Парк является частью списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Жизнь в нем просто бьет ключом. Громады гранитных скал становятся непреодолимыми барьерами. Защитой от всего, кроме погоды. Подобный ландшафт создает экстремальные условия. Фьордленд – одна из самых влажных областей Новой Зеландии. За год здесь выпадает более 7 метров осадков. Это в три раза больше, чем в бассейне Амазонки. Дождевая вода образует потоки, которые срываются в каньоны с острых скал и обрушиваются на фьорды. Самый известный – водопад Боуэн. Вчера здесь было много воды? Половину меньше, чем сегодня. Значит, ее стало так много от дождя, что прошел вчера ночью. Да, вчера просто моросило. Дэйв Весс работает в парке проводником. Он умело подбирается к самым краям неизведанных ущелий и к бесчисленным водопадам на территории парка. Не сказал бы, что это гостеприимное местечко. Скорее, опасное. Вода – главная проблема. Она стекает по каньонам, как по дренажным трубам. Все склоны получаются обрывистыми и крутыми. У всех долин здесь крутые склоны. Здесь все еще сотни неизведанных каньонов, места, о которых даже никто не подозревает. Просто невероятно оказаться здесь впервые и сразу погрузиться в неизведанное. Как раз это и есть наш план на сегодня. Мы спустимся по водопаду Боуэн с высоты 161 метра. Так значит, такого раньше никто еще не проделывал? Нет, насколько я знаю. А что насчет сегодня? День подходящий? Я согласен. Но, как и положено в Йордленде, дождь усилился, и нам приходится отложить спуск. Здесь, в доисторических буковых лесах, при поддержке бурных водопадов, развиваются богатые экосистемы. Этим густым тропическим зарослям уже миллионы лет. Они застали те времена, когда миром правили динозавры. Большое количество осадков питает самые разные растения и грибы, которые вовсю разрастаются на стволах деревьев. В этом не самом густом лесу можно встретить более 700 представителей флоры. Эти дикие заросли – дом для некоторых древнейших существ. Их вы не встретите больше нигде в мире. Эта гигантская сороконожка и эта живое ископаемое – перипатус – живут во влажном подлеске. Погода дарит недолгое затишье. Мы снова готовы покорить водопад Боуэн. Хорошо, Гасс, нам нужен какой-то уступ на пути к земле. Надеюсь, найдется местечко на том большом, залитом солнцем утесе. Но прежде придется немного помокнуть. Вода брызгается, и спуск будет очень сложным. Все скользкое. Первый в истории спуск с водопада высотой 161 метр. С трудом верится, что вчера вниз срывалось в два раза больше воды. Гранитные склоны, покрытые мхом, очень коварны. Но для здешних растений это единственное место, на котором можно найти питание. Спуск занимает добрых три часа, но проходят они просто незабываемо. Просто невероятно. Теперь я понимаю, о чем ты говорил, когда рассказывал о небывалом испытании. Не думаю, что я прежде совершал подобное. Колоссальные объемы питьевой воды высекают себе в граните этих скал путь вниз, в море. Но при этом вода наполняется танинами, промывая густую растительность и гниющую листву. Внизу на поверхности образуется толстый слой мелких частиц. Такой среды, как здесь, не найти больше нигде в мире. Танины, по сути, блокируют солнечные лучи. Из-за этого глубоководные существа вынуждены перебираться на мелководье. Возраст этого черного коралла более 200 лет. Удивительно встретить его на такой глубине. Обычно приходится погружаться не меньше, чем на 300 метров, чтобы увидеть такое изобилие. В Фьордленде обитает одна из крупнейших в мире популяций. Больше 7 миллионов колоний процветают в этих водах. Глубина некоторых фьордов превышает 400 метров. Несмотря на это, признаки подводной жизни исчезают уже на отметке в 40 метров. Мелководные морские экосистемы находятся под защитой во всех 10 заповедниках, основанных на территории парка. Эти морские заповедники защищают местные виды от непрерывной угрозы человеческого вмешательства. Эта стайка афалин, обитающих здесь, принесла уже два потомства. За последние 10 лет это самый плодовитый период. Что это там? Это новозеландский морской котик. Да, это морской котик. Кикено. На них охотились почти век с начала 19 века по 1889 год. Фиона Ли уже 10 лет является гидом по экстремальному каякингу во Фьордленде. Люди добывали их шкуры, мех и сало. В то время добыча составляла от 60 до 70 тысяч шкур. По сути, они находились от вымирания на расстоянии одного заполненного корабля. В 1792-м группа зверобойных суден провела во Фьордах 10 месяцев, отловив более 4,5 тысяч морских котиков. В последующие 30 лет их популяция была на грани исчезновения. Но теперь-то они под защитой? Да, их охраняют. Среди морских млекопитающих Новой Зеландии их взяли под охрану раньше всех. Их число теперь увеличивается. Это прекрасно. Тут сохранился первозданный вид. Все кажется таким недоступным, но многие исследователи готовы преодолеть все, что угодно ради соблазнов, которые таят в себе фьорды. Милфорд-Саунд. Визитная карточка национального парка Фьордленд. Казалось бы, нетронутый мир. На самом же деле, этот культовый фьорд привлекает более 40 тысяч посетителей в год. Они проходят путь длиною в 16 километров от открытого океана к крошечному поселению Милфорд. И приманивать людей фьорды начали отнюдь не в наше время, а уже около ста лет назад. В 1878 году первым европейским жителем Милфорд-Саунд стал Дональд Сазерленд. Его прозвали Милфордским отшельником. Он жил тем, что давала земля и был полон решимости раскрыть потенциал региона для туристов. Построив первые три соломенных хижины, он заложил Милфорд. Десятью годами позже Сазерленд и Квентин МакКиннон проложили маршрут Милфорд-Трек. Он шел по следам тропы Маори от озера Теанау к центру Милфорд-Саунд. Очень скоро туристы хлынули потоком, обеспечив городку прибыльное будущее. На сегодня тропа Милфорд-Трек – лишь одна из девяти знаменитых великих троп Новой Зеландии. Путь по ней длиной в 54 километра ежегодно проделывают более 14 тысяч человек. Тропа по праву признана одним из лучших многодневных туристических маршрутов в мире. Она приближается к самым бурным уголкам дикой природы на нашей планете. Например, к водопадам Сазерленд. Они получили свое имя в честь ключевой для местного туризма фигуры. Достигая высоты в 500 метров, эти водопады причислены к крупнейшим в мире. По неволе задумываешься, сколько же долин пришлось пересечь исследователям того времени, только чтобы упереться под конец в эти отвесные скалы. А сегодня мы видим это четырехполосное скоростное шоссе для пеших прогулок. Нас тут немного работает, но мы заняты от зарей до заката. Наш штат включает в себя пять-семь постоянных работников. Грант Тримейн — член команды мастеров, отвечающих за тропу и хижины в этих бескрайних зарослях. Это не совсем просто, Грант? Вы обеспечиваете доступ в эти места, но вы же призваны и оберегать их. Точно приходится искать равновесие. Думаю, мы просто хотим, чтобы люди выбирались отсюда поскорее и как-то распределять поток посетителей. Например, некоторые просто хотят прогулку на день. А вот экстремалам явно не нравятся маленькие мостики через каждый ручеек. Им бы ноги намочить и перепачкаться. Думаю, мы справляемся. Ведь, к счастью, Фьордленд представляет все возможности для любого отдыха. Десятки тысяч людей перемещаются по всем тропам Фьордленда, а это более чем 500 километров. Но дорогу во Фьордленд ежегодно используют еще больше людей, более миллиона. В Милфорд-Саунд ведет единственная асфальтовая дорога – Милфорд-Роуд. На многих извилистых участках в долине Холифорд есть опасность оползней и камнепадов, поэтому дорогу часто перекрывают. Над самой дорогой возвышаются пики гор, покрытых толстым покровом снега. Слой снега вырастает в год до 70 метров, поэтому риск оползней просто огромен. На почти вертикальных склонах бездонные снежные покровы превращаются в гигантские лавины. Снежные шапки срываются и под действием гравитации, и от снегопадов, ветров и смены температур. Лавины над дорогой Милфорд-Роуд сходят в 54 местах. Они все находятся под контролем. Для этого, предварительно закрыв дороги, с вертолетов специально сбрасывают взрывчатые вещества. Сорвавшись с вершины, лавина пересекает долину, достигая скорости 300-400 километров в час. Ударное давление достигает 5000 килопаскалей. Для сравнения, чтобы выдавить стекло автомобиля, необходимо применить силу в 15 килопаскалей. Тут лучше смотреть по сторонам. Контроль над дорогой требует невероятных усилий. Наблюдение, уход и очистка дороги от камней обходятся в пять раз дороже той же работы на любой другой дороге Новой Зеландии. Это место вызывает трепет у нас всех. Поддерживать порядок в таких тяжелых природных условиях очень непросто. Вейн Кэрон управляет командой дороги Милфорд-Роуд. На подобных высокогорных трассах оползни могут вызывать головную боль круглый год. Но самую серьезную угрозу сход лавин представляет в период с июня по ноябрь. Это такие американские горки, особенно из-за прогноза погоды. А тебе, видимо, достался этот участок, и дорога прямо под ним. Идеальное условие для схода лавины. Точно, не самое лучшее условие для работы. Как вы узнаете, что здесь произойдет? Всеми возможными способами. У нас тут сложная сеть метеостанций. Они теперь оборудованы камерами. Даже сейчас можно посмотреть, что творится вокруг. Всем важно знать, когда откроют дорогу или на какое время она закрыта. Общую картину мы оцениваем с вертолета, но это тоже зависит от погоды. А как насчет туристов, которым позарез нужно попасть в Милфорд? Ну, меня это точно не беспокоит. Не думаю, что они поблагодарят меня, если лавина накроет их с головой. Я делаю свою работу из добрых побуждений. Не стоит опасаться. Если погода резко меняется, просто берем и закрываем дорогу. В самом высоком месте Милфорд-Роуд врезается в монолитную гранитную скалу. Гриду гор Деррен прорезает туннель Гомера протяженностью в 1200 метров. Дальше дорога спускается к Милфорд-Саунд. Более четверти миллиона автомобилей проезжают через туннель ежегодно. Туннель начали строить в 1935 году. Тогда это была лишь горстка людей, вооруженных кирками и тачками. Туннель был закончен лишь 20 лет спустя. Работа осложнялась постоянной угрозой оползней. Большая часть рабочих получали выручку в зависимости от выработки. Подчас зарплаты были просто ничтожными из-за твердости скал и сложных условий работы. В наши дни во фьорды устремляются потоки людей по воде и по земле. И это не может не повлиять на местных жителей. Крутые горы национального парка Фьордленд достигают высоту тысячи метров. Приходится искать другие пути по долинам, ведь одолеть их не по силам никому. Никому, кроме Киа. Единственного на земле горного попугая. Плотное оперение спасает его от холода. Но легендарными их сделало кое-что другое. Невероятный ум. Он просто необходим для выживания в этих суровых условиях. Приходится изобретать все новые способы поиска и добычи пропитания. Их стремление изучать окружающую среду просто безгранично. Но мощные клювы и когти привели к тому, что правительство назначило награду за их отстрел. Киа нападают на скот, особенно на овец. Они упорно впиваются в своих жертв. Возможно, так же, как в древние времена впивались в птиц-моа. Киа сознанием дела вгрызается в спину овцы. Тут над почками жир очень мягок. В период до 1970 года было отстрелено более 150 тысяч особей. Позже охоту на них запретили. На сегодня горный попугай – лишь одно из живых существ, которое смогло выжить в относительной безопасности Фьордленды. Внизу, под легендарными пиками Митре, крутые склоны окружают овраг Симбад-Галли. Они замедлили проникновение хищников, позволив выжить некоторым из древнейших видов. Вдали от цивилизации, в практически недосягаемом месте, рейнджер парка Джеймс Рирден проводит исследование местной фауны. Все новые и новые виды обнаруживаются в этих диких местах. В овраге Симбад-Галли борются с вредителями. Все для того, чтобы увеличить число этих древних ящериц. Это крошечные ящерки, да. Фотосъемка позволяет выявить индивидуальные признаки каждой особи. Ятнышки на боках, например. Джеймс – технический сотрудник парка. Под его надзором проходит защита исчезающих видов Фьордленда. Симбадский сцинк – лишь один из них. Так значит, вы тут открываете все новые виды, те, что никто никогда не встречал, так и есть. Сейчас ты стоишь на краю практически неисследованной части Фьордленда. Ее площадь – 1,3 миллиона гектаров. Одному богу известно, кто там скрывается. Что еще интересного тут заметили? Ну вот, например, эти ящерицы. Их здесь целых три вида. И это удивительно. Мы высоко в горах страны с умеренным климатом. В любом уголке мира ты едва бы встретил хоть одну в таких условиях. Нам бы очень хотелось выяснить причину. Либо тут такое уникальное место, либо же после истребления они остались лишь здесь. Мне близка мысль о маленьком затерянном мире, и даже представить себе сложно, кто еще там есть. Как раз перед тобой тот хребет, где в последний раз были замечены попугаи Кокопо. Вот это да. Где же они жили? Да, они жили там повсюду, до тех пор, пока сюда не добрались все эти вредители. Но и тогда еще какое-то время попугаи выживали. Крысы им подобные очень быстро осваивают новую среду, но здесь их долго сдерживали особенности рельефа. Их численность тут намного меньше, чем в низинах долины. И тут нашу работу облегчают силы. Это особенно заметно, если понимать, как распространяются вредители. Похоже, вы прилагаете гигантские усилия, когда нянчитесь с этими крошечными сцинками. Это того стоит? Безусловно. Тут скорее моральная ответственность. Если не заботятся об их сохранении, они просто исчезнут. В основе жизни всего человечества лежит исправная работа экосистем, а устроены они необычайно сложно. Не нам судить, какой из видов важен, а какой нет. Мы заботимся о благополучном будущем человечества, сохраняя это разнообразие. Но здесь мы видим природу, изолированную от остального мира, практически нетронутую на протяжении миллионов лет. Эта изоляция не только позволила выжить некоторым уникальным видам. Эти условия в наши дни позволяют восстанавливать популяцию и других местных видов, которые иначе бы вымерли. Во Фьордленде есть необитаемая, мирная, сохранившая первоначальный вид Новой Зеландии бухта. Это Даски Саунд. На 40 километров простираются и ее почти не затронутые человеком владения. В Даски Саунд невозможно попасть по дороге. Час полета на вертолете Ате-Анау, или День утомительного пути по воде, из Милфорд Саунд. Изоляция и строгий контроль проплывающих суден позволили сохранить здесь первозданный вид. Заходим в Пикерсгильскую Гавань-Газ. Совсем как капитан Кук когда-то. Грег Хэй — совладелец компании, которой принадлежит несколько суден. Он получил разрешение на частные перевозки в Даски и теперь переправляет туристов в прошлое Новой Зеландии. Здесь они причалили и бросили якорь. Тут было подходящее дерево, которое упало с берега. По нему они как по трапу перебирались на берег. Ясно, он провел здесь около шести недель. Шесть недель тут были и он, и его команда. Их судно было метров на десять длиннее нашего, но у него на борту было 90 человек. И еще парочка овец, коров и всякого такого. Что-то вроде мини-версии Ковчега. Думаю, на борту был целый зверинец. Ни для кого не секрет, что первые люди, ступившие на земли Новой Зеландии, привезли с собой новых животных. Некоторые из них стали причиной исчезновения части местных видов. Это, в общем-то, обычно. Прибывающие виды вытесняют местные популяции. Компания «Перегрин» занимается охраной птиц Фьордленда уже около пяти лет, заботясь о Тико и Мохуа. Они сотрудничают с Департаментом по охране природы и охранным фондом Фьордленда. Грег по профессии винодел. Его компания способствовала уменьшению числа вредителей и постепенному возрождению популяции птиц на острове Резольюшен и в Даске-Саунд. Каких-то 40 лет назад популяция сократилась всего до 24 птиц, и им противостояли полчища голодных крыс. Возможно, до полного исчезновения оставалось несколько дней. С появлением в Новой Зеландии людей около 55 видов редких птиц оказались на грани вымирания. Большая часть из них была уникальна. Для нашей компании это приятное занятие – знать, что мы делаем всё возможное для их сохранения. Можно, конечно, не делать вообще ничего, но если хочешь и можешь, то бездельничать – просто преступление, и разницу начинаешь замечать очень быстро. Мы часто причаливались здесь и выбирались на берег на прогулку, и вокруг не было ни единого звука, полная тишина. А в последние лет 7-8 ступаешь на землю и словно попадаешь в ложу театра, где слышно, как огромный оркестр настраивает инструменты. Поначалу была только пара птиц, через год уже несколько, а теперь, приплывая с утра или под вечер, слышен весь оркестр. Не то, что раньше. Ты бывал здесь уже столько раз. Как бы ты мог описать это место? Это просто оазис спокойствия. Но в то же время чувствуется энергия. Знаешь, когда проводишь на борту целый день, то потом так слегка покачивает на земле, будто продолжаешь плыть. Так и с этими местами. Плывешь, как на крыльях. Тут все так же, как тысячу, а может и две тысячи лет назад. В мире таких мест не так уж и много. Почти век здесь не было слышно пения птиц на рассвете. В этой части парка все постепенно налаживается, в то время как в остальных битва за природные богатства все еще в разгаре. Национальный парк Фьордленд. Именно здесь родилась концепция заповедных островов. На таких заповедных островах, освобожденных от хищников, тщательно пестуются те популяции, которые оказались на грани вымирания. На земле всего несколько таких островов. Жизнь исчезающих видов на острове Резольюшен идет в соответствии с названием. Они отделены и отдалены от всего остального мира. У меня были лишь смутные воспоминания об этих местах еще со времен учебы в школе. Но попав сюда, воспоминания ожили. Вот тут, позади меня, был построен первый в Новой Зеландии дом. А вот в этой пещере они строили свой первый корабль. Строила его шайка браконьеров лишь через 20 лет после того, как здесь побывал первый открыватель острова Джеймс Кук. Эти люди, равно как и все хищники, давно уже покинули эти места. Сегодня остров – это пристанище для третьих всех Кокопо, населяющих нашу планету. Пока на остров не завезли хищников, у Кокопо не было естественных врагов. Они располнели, стали медлительными и беззащитными. Когда европейские поселенцы завезли сюда Ласк, Горностаев и Харьков, те моментально уменьшили число обитающих здесь птиц. Теперь для их спасения требуются самые новые методы. Остров Резолюшн в бухте Даски-Саунд первым в Новой Зеландии получил статус заповедника в 1891 году. Ричард Генри, первый здешний лесничий, почитается как основатель новозеландского природоохранного движения. Он практиковал научный подход на заповедных островах и в одиночку переправил более 700 Кокопо и птиц киви. Но первая попытка потерпела фиаско. На острове, как оказалось, жили крысы и хорьки, которые умудрились переплыть километровые расстояния. Ричарду Генри пришлось изучать хищников, и тогда его идея увенчалась успехом. Это повлекло за собой работы по охране и переселению местных птиц и по истреблению вредителей. Этот пример вдохновлял людей еще долгие годы. Хауроко – самое южное и самое глубокое озеро в стране. Его глубина достигает 400 метров. Здесь соединяются охрана природы и бизнес. Посетители могут бесплатно прокатиться на катере по озеру и дальше вниз по изгибам реки Ваура-Рахири. Все, что от них требуется, поддержать местную программу по отлову горностаев. Уже много лет мы отлавливали горностаев в лесах и в горах. И подумали, почему бы не попробовать и здесь. Мы ставим ловушки уже больше шести лет. Йохан и Джойс годами помогали отлавливать горностаев, пока не начали этот проект с привлечением посетителей. Значит, это и есть тот, кто приносит столько вреда окружающей среде? Да, сработал яркий лоскуток. Они убивают не из-за голода, а по большей части просто ради самого процесса. Как тебе кажется, Джойс, может ли наша работа повлиять на будущее заповедников? Хотелось бы верить, что так и будет. Действия Йохана и Джойс могут показаться мелочью, но только в прошлом году им удалось отловить более 400 горностаев при помощи посетителей парка. Зная, что один горностай убивает в день в среднем одну птицу, легко можно подсчитать, что за этот период им удалось, возможно, спасти более 100 тысяч местных птиц. Думаю, мы должны привлечь сюда как можно больше посетителей и показать им эти места, ведь они просто великолепны. В Йордленд имеет богатый опыт охраны природы, начиная от личной инициативы жителей и заканчивая массовыми кампаниями, в которых принимало участие все население страны. В 60-х и 70-х годах 20-го века главные природоохранные сражения проходили вокруг озера Монопоури. На подземной электростанции Монопоури, расположенной в окрестностях озера, осуществляется выработка гидроэлектроэнергии. Правительствам страны было предложено поднять уровень озера, однако из-за общенациональных протестов от этого плана отказались. Хотим ли мы защитить наше национальное достояние? Да. Эта кампания против правительственного проекта стала первым в Новой Зеландии массовым движением в защиту окружающей среды. Мы делаем это для наших детей и для вас тоже. Протест выразили тысячи жителей, а петицию против повышения уровня озера подписало более 265 тысяч человек. Мы должны положить конец этому прямо сейчас. Во имя прогресса они готовы загубить те сокровища, которыми мы обладаем. Люди победили. Давление народа вынудило правительство обеспечить озеру защиту законам. В наши дни уровень воды тщательно контролируется с целью воссоздать естественные колебания. А экологи и активные правозащитники готовятся к новому сражению. Споры о том, стоит ли сделать Фьордленд более доступным для туристов, никогда не умолкали. Вот эту дорогу уже несколько лет предлагают продлить вниз до тропы Холифорд и вверх, в сторону западного побережья. Самая свежая идея – проложить тоннель от Глинорчи до окрестностей Квинстауна. Считаю, что таким крупномасштабным частным проектом не место в подобных регионах. Ведь этот парк национальный, то есть он принадлежит нам всем. К тому же он отнесен к зоне мирового наследия, так что формально он принадлежит всему миру. В любом случае, это бредовая затея – сделать путь через парк на пару часов короче, в угоду нескольким спекулянтам. Не бывать этому. Фьордленд. Сумеречная земля. Дикие скалы, сохраняющие жизнь на протяжении многих столетий. Изоляция позволила выжить здесь многим видом, в то время как остальные все еще находятся под угрозой. Привезенных хищников успешно истребили, чтобы уменьшить эту угрозу. Но наибольшую опасность для этой сокровищницы по-прежнему представляет человек. Смогут ли эти высочайшие фьорды отразить очередную волну алчного интереса и не пострадать от попыток людей завладеть богатствами одного из самых удивительных в мире национальных парков? Мне нравится смотреть на карту Южного острова и осознавать, что там, внизу, находится огромный участок изолированной и неисследованной земли. Эти места могут по праву считаться настоящим сокровищем. Когда я изучал охрану окружающей среды в университете, этим местам приписывалась чрезвычайная ценность. Она неразрывно связана с местом и возрастает сама по себе, и не выразить ее в деньгах. Субтитры создавал DimaTorzok